всем привет дорогие друзья наши любимые подписчики специально для вас мы решили сделать серию интервью с нашими любимыми героями участниками шоу маска четвертого сезона и первой гости и стала диана анкудинова привет кристина привет ребята как дела вообще вот ушла после девятого выпуска как у тебя дела учила какое начало скучаю дела у меня очень хорошо очень много появилось разных предложений проектов и озвучка также я очень этому рада и конечно в какой-то степени возможно я как артист который планирует какую-то большую карьеру в своей жизни я шла в маску с целью что это что-то мне даст после проекта она мне дало но сейчас я понимаю что я очень скучаю по горностаю очень скучаю по маске по членам жюри по этой атмосфере по секретности в своей жизни вот поэтому очень рада сегодня здесь правда диана каково было вписаться в эту драку ты думала ну это так они в костюмчиках ну как бы что там поют зато классно выступают какие образы а после первого выпуска ты подумала по что ты собственно ввязалась вот каково было в этой драке оказаться тяжело все-таки по большей степени потому что больше в плане физическом мне например чем в плане секретности потому что я такой человек не сказать что прям у меня большой круг общения и не очень я болтливая поэтому мне было легко в этом плане а вот в плане физическом выносить там костюм в нем ходить держать этого персонажа и все время понимать о чем он думает что он сейчас ответит а вот здесь нужно соврать и не забыть о том что ты сейчас врешь следующих выпусках и вот в этом плане у логически мне было прям сложно ты как-то знаешь что так очень по ювелирному очень мастерски отточила свою походку я когда впервые увидела горностая на бэкстейджа я подумала боже мой у этого человека я сразу как то поняла что артист скорее всего артист какая-то очень легкая энергетика как-то ты вот шла ты сделала эту походку как ты сама так решила вот плечиками так играла первых двух выпусках было очень сложно понять какой горностай потому что с одной стороны если читать характеристику самого зверька ты понимаешь что он такой шабутной очень хитрый такой ловки бегает прыгает но с другой стороны костюм у тебя очень таинственный такой важный мне сказали нужно вести себя больше сдержанно но когда я вышла на сцену я поняла что мне скучно вести себя сдержанно потому что ну вот такой человек не могу я например как ворон да или там козерога и я на них смотрела и думала как как вы это делаете как у вас это получается и поэтому первых двух выпусках я прямо не могла себя сдерживать то есть мне прям говорили поменьше плечиков поменьше реакции поменьше вот этого битья из вот этого поменьше и наверное вы возможно это потом заметили но мне было это правда трудно и как сделать так чтобы ты оправдывал своего персонажа и образ но при этом приковывал взгляд зрителя чтобы не было скучно это очень сложно это сложно но мне кажется тебе удалось ну после третьего выпуска до этого как-то очень прям нащупывала почву ну вот кстати алексей воробьев например отметил с первого твоего выхода что ты вышла уже готовым персонажем он подали все маслом всем но но он сделал акцент на твоем выходе тогда у меня не было прямо понимание как именно я выйду но я помню что за несколько дней до съемок первого выпуска я прям села начала рассматривать как двигаются восточные люди их танцы куда надевают руки как работать с веером и взяла пару приемчиков скажем так и уже на сцене потому как чувствовала как идет музыка которую я слышала второй раз в своей жизни на свой на свой выход я уже понимала что тут например хочу вот так пойти тут хочу вот так пойти там хочу остановиться и с каждым выпуском чуть-чуть добавляла добавляла и к четвертому третьему выпуску уже было прям понятно что вот такой танец у меня будет на выход а то что фанатка bts ты сказала это по-моему соврала немножко на первом вот сразу да ты бодро начала данного меня спросили значит кто ваш любимый исполнитель там актер спортсмен из вашей культуры а я понимаю что я забыла просто всех все все что я читала в интернете все что пыталась запомнить потом до меня дошли bts которые просто сразу вылетают из моего мозга как только я слышу что-то востоке потом у меня был вариант джеки чан значит я думаю нет ну наверное все таки битвес было бы намного гармоничнее звучало поэтому я сказала bts в какой-то степени да я соврала потому что я не фанатка этой группы но после этого ко мне начали подписываться все больше люди которые очень любят битвес поддерживать горностая думаю вот эта армия вот это вообще конечно поддержка битвес крутые я с этим абсолютно согласна но я не фанатка чуть-чуть соврала да ну подумаешь немножко приукрасила но зато сформировала полк таких преданных поклонник очень жаль что они сейчас наверно расстройки кстати диан я знаю что у тебя есть действительно преданные слушатели твои поклонники а им удалось тебя раскусить и может быть они писать в директ студия этот игру наста моим поклонникам удалось меня раскусить практически сразу были люди которые писали такие детали о которых знали например только мы и вообще там съемочная группа возможно еще там пару человек они писали такие тонкости что ты думаешь ты откуда это знаешь вообще почему возможно я даже этого не знаю а ты говоришь такие вещи точные что по ходу это так и было и вот эти люди сеяли уже в головы моих поклонников ту идею что я участвую в маске в четвертом сезоне потому что ну это логично в принципе наверное для кого-то было и когда уже вышел первый выпуск там два-три человека в моем чате в телеграме уже такие все я болею за горностая горностая самый лучший даже если там не диана анкудинова я просто чувствую родную душу и после второго выпуска все больше и больше начали присоединяться к этой идее люди после 6 выпуска не осталось ни у кого сомнений что это я естественно вот но мои самые преданные поклонники которые слушают меня каждый день по несколько раз сразу поняли что я так могу а как ты поняла что конкретно вот этот образ этого величественного горностая он тебе по душе я просто увидела картинку все видели эту картинку просто на и красивейший персонаж перед тобой ты думаешь как в это можно не влюбиться потому что ну я не скажу конечно что я как филипп очень люблю перья и там стразы но я очень люблю красный цвет и мне очень интересен восток и сам зверек горностай когда я уже прочитала мне бы все вот эти характеристики мне очень близки показались и я поняла что других вариантов просто для меня уже не оставалось какие характеристики то что он юрки да он очень юрки он очень хитрый у него есть боевой танец например если он хочет кролика заманить так скажем в своей сети чтобы его скушать он перед ним начнет такое показывает что кролик сначала стоит не понимает что происходит и когда уже пока он не понимает горностая все ближе к нему значит двигается и в какой-то момент получает то что хотел и вот это вот хитрости вот эта ловкость вот это вот какое-то такое веселье и такое отношение легкой к жизни же меня очень прям близко шуманизм легкий да да мне кажется мне действительно напомнило это знаешь примерно когда ты выступаешь на сцене все зрители действительно такие знаешь кролики что 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 сейчас будет какое эффектное выступление ты сюда подошла сюда бейра махнула тембр свой элегантный там спрятал в каком-то выпуске открыла и вот так тихо и сапы ты собственно подбираешься к сердцам своих слушателей то есть к нашим сердцам какие выступления были для тебя может быть неожиданными неожиданно то что ты исполнишь именно такой репертуар такие легендарные песни мне очень импонирует в четвертом выпуске кажется я пила эту песню шага и полина гагариной очень мне нравится этот номер и как я пела и как двигалась очень прям оттачивала каждое движение если говорить про вокально естественно california dreaming очень классная песня sweet dreams просто в сердечке в какой-то степени первый выпуск песня гаги я начала с абсолютно другой манеры вообще абсолютно и когда я узнала что я могу так петь когда мы вообще услышали этот тембр и звук я поняла что интересно что будет дальше как еще я смогу да мы все были в шоке то что первая песня была такой то что ты умеешь владеть своим голосом теперь уже настолько что ты можешь маскироваться менять темп и очень классно что ты записала как ты записывал песни до этот вокал и мне понравилось что ты писал у меня все записано вот чтобы никакие хейтеры и какие подписчики не говорили потом что что-то они там меняют обрабатывать так и получается что люди разделить на два лагеря одни говорят что сначала был один человек потом уже диану пригласили она подписала контракт после шестого выпуска его диана поет и другие говорят нет она так может и вот как-то люди до сих пор не верят и не понимают что я так могу и вот в скором времени я сделаю целый видос где вы расскажу покажу все пожалуйста что это я буду на своих концертах возможно петь таким же голосом потому что честно сказать труда для меня это оказывается не составляет улетай на крыльях ветра ты в край родной родная песня наша туда где мы тебя свободно пели но как я понимаю у тебя голос контральто да какой еще спецификой голоса ты способна обладать вот чтобы вот вот так маскировать ну во первых я очень много провожу времени за вокалом где бы я не находилась потому что мы там едем в такси я готовлю я все время пою естественно петь в одном в одной манере для меня скучно и дома я пытаюсь там опустить гортань поднять там корень языка что-то все значит пытаюсь и вот после таких экспериментов я и понимаю что я там могу йод петь какие-то заглубления звука вот это вот и благодаря этому наверное я смогла прийти на маску и когда мне попросили а сделай какой-нибудь мультяшный голос я такого у меня такое было я помню я мыла посуду был такой звучок я показываю такие да вот нам такое нужно и вот наверное за моей самой заинтересованности к тому что я могу а на твой взгляд какие вот твои выступления могут вызывать такие резонансные мнения что нет это голос медиа кудина вот ты же делала запись вот это вот сто процентов вот на этой песне они скажут что точно не я это вот какие были композиции первое бады мэри точно не я значит вторая там слышно что я третий выпуск все в твоих руках там меня было слышно но не сильно не если но не сильно потому что я пародировала просто других исполнителей но если поставить мое лицо вместо горностая можно понять что это я четвертый выпуск шагай не я очень многие мои даже близкие говорят что на меня вообще не похоже пятый выпуск ты мой бог это вообще какой-то смех если честно потому что я потом выставлю запись как мы это записывали у меня был такой полу бабкин какой-то стиль и мне говорили нет так вот так мы не будем делать вот так не надо потому что ты все-таки диана анкудинова давай чтобы ты когда открыла маску все там не подумали ничего другого вот и в ты мой бог там было слышно мой тембр в какие-то моменты когда я открывала голос но ну тоже наверное все таки нет там про какая-то возрастная женщина возможно пела ты мой бог пусть все об этом знают ты мой бог ты первым не сумел открыть любовь и тебя я богат варю друзья это интервью будет опубликовано в официальном сообществе маска во вконтакте нашу гостью диану анкудинову ждет звонок сюрприз который будет осуществлен бы к звонках смотрите ее диалог секретным гостям и оставляйте ваши комментарии под этим постом я привет я собственно сейчас снимаю спецназ у нас уже прошло огромное количество новых масок но тем не менее мы скучаем по горнаста расскажи мне что мне должна принести монет который мне подарили но она должна отгонять духи масок которые ушли получается то есть ты думаешь они меня мучают все таки а разве нет вроде бы нет вроде все нормально маска меня не мучает все хорошо вот но я читал что это понятно должна принести богатство поэтому я все жду сейчас как раз сейчас будет как раз затмение скоро будет затмение скажи какой у тебя самой яркой эмоции после участия вот шоу маска что больше всего тебя наверно вдохновило на что-то новое после участия в нем больше всего меня вдохновило то что я могу петь разными голосами наверное буду использовать это в своем творчестве и показывать людям что я так могу спасибо маски класс а что было самым сложным самым сложным было начинать петь своим голосом потому что я понимала что меня узнают а почему ты сделала слушай но я как по опыту тебе скажу сами когда ты принимал участие в аналогичном проекте но в танцах ты знаешь как показывает практика неважно сколько выпусков ты участвуешь важно как ты участвуешь в этих выпусках у тебя действительно невероятное количество номеров которые будут пересматривать и после окончания сезона шоу маски и как ты знаешь даже те люди которые не доходят до финала они пользуются больше любой аудитории аудитории да например тот же носорог когда-то крокусе текло но он тоже не попал финал поэтому судьба лучше знать как распорядиться куда нам попасть да спасибо за взаимно взаимно ты где находишься а в кафе сидишь слушай ну приятного аппетита такая интеграция мы с тобой можем общаться по вк звонкам и это действительно здорово связь очень хорошая но я пойду сейчас принимать новую маску общаться с ней угадывать удачи все давай удачи ты исполняла песню леди гаги барри мэри и ни для кого не секрет что эта песня и вообще многие композиции этого автора исполнителя они являются поп-феноменом и соответственно вот есть слова в этой песне я тебе прям прямая цитата зачитаю любовь это просто история которые они могут испытать и когда ты уйдешь я скажу им что ты моя религия как ты для себя интерпретируешь этот текст потому что мне кажется она говорит про слушателей что любовь это просто история которые могут испытать а когда ты уйдешь как бы я им слушателям ну как бы буду вещать петь да что ты моя религия многие исполнители особенно авторы исполнителя вот для них как будто бы важно прожить определенную историю и как будто бы важно чтобы она ну например закончилась до чтобы было о чем рассказать собственно так рождаются песни это некий путь вдохновения что ты об этом думаешь у меня сразу пришли строчки из песни моей любимой группы 21 пайлот песни террин май гад тайлер пишет о том что твои глаза это мой вкус музыки очень похожи я считаю и когда я услышала тогда еще этот перевод увидела почитала меня это очень тронуло потому что как-то так необычно написанное ты возможно не сразу поймешь о чем говорит человек могу сказать что мне очень интересно вообще читать разные переводы именно иностранные потому что в русском языке ты как бы слушаешь и ты сразу понимаешь о чем идет речь а там тебе нужно прям доходить потому что перевод иногда коверкается ломается и как такой ребус происходит честно признаться я когда выбирала эту песню я не сильно опиралась на текст потому что мы выбирали чисто из-за голоса из-за популярности песни за моего образа но понимать что песни с такими строчками попадают такие топы и люди их так заслушивают как заслушивают песни леди гаги оставляет надежду на то что поп-музыка еще ого-гое сколько нам всем покажет песня действительно знаешь такая она как будто бы оголяет действительно ее душу то есть она достаточно правдивая и у нее там еще есть такие стройки то что микеланджело он может сделать какой-то слепок срез вот с нас людей но как вот бьется конкретно ее сердце и о чем ее сердце говорит художник никогда не скажет да и это вот есть что-то божественное в нас наше сердце как ты относишься вот к таким каким-то серьезным текстом который ты встречаешь ты их как-то анализируешь или не особенно если мне попадаются такие песни с таким переводом и таким текстом я обычно очень углубляюсь в тематику из-за чего так произошло почему автор это писал что у него происходило в жизни дело такой мини анализ потому что мне просто интересно что должно произойти с человеком чтобы он такое написал да и я отношусь к этому очень хорошо и я считаю что это намного интереснее нежели когда ты слушаешь и сразу хаваешь что тебе говорят когда ты разгадываешь для меня это намного интереснее факт и гага там говорит что боится остаться одна что она будет и ждать где-то в холоде парижских гор будет ждать его этого человека ты считаешь себя таким бесстрашным человеком или у тебя есть страхи например такие как одиночество и вот какая-то может быть цепочка на данном этапе своей жизни наверное раньше я бы сразу сказала что я боюсь глубины пауков вот это вот все какие-то свои фобии но у меня есть страх потерять близких как наверное у всех в этой жизни потому что это но это просто страшно ты не можешь пока что этого представить и не хочешь никогда представлять но это когда-нибудь случится и вот этого я боюсь могу сказать что с возрастом ко мне приходит мысль что одиночество это не так уж и плохо и если тебе хорошо с собой то никто в принципе не нужен но так как я очень общительный человек я не смогу быть одна то есть я пойду на улицу знакомиться с первым встречным а как ты умеешь дружить сама собой вот что тебе помогает быть в нужном балансе вообще какой-то гармонии собой мне всего 19 поэтому я до конца еще не могу жить сама собой и мне бывает одиноко мне бывает очень плохо но в эти моменты единственное что я вот на данном этапе своей жизни поняла что мне очень важно проживать то что я чувствую если я чувствую одиночество я побуду в одиночестве я поплачу я повнимаю с игрушками но завтра я все равно выйду и у меня будет много друзей и много общения до анализировала песни я наткнулась на историю такого необычного общения творческого тандема это продюсера стюарта дэйва и энни ленокс соответственно и вот эта вот песня sweet dreams она похожа на такую странную мантру и вообще вот как они ее собственно придумали два этих человека до стюарта и они они отправились путешествие в австралию и они разругались в какую-то из ночей и прям с утра типа в 5-6 утра они решили надо искать какой-то выход они решили купить второй синтезатор причем у этой парочки не было денег они пошли в банк видимо когда он уже открылся взяли денег и купили второй синтезатор они вернулись домой и собственно у них пошел творческий процесс это рифма пришла все-таки к стюарту и и не подключилась уже на втором синтезаторе и все и они вот у них так родился первый куплет просто удивительно до до чего доходит такое как бы общение творческих людей какие эмоции ты испытала когда вообще в принципе исполнял эту песню она такая с шаманизмом какая-то странного вообще эта песня давно у меня в плейлисте и ну в оригинале естественно я всегда включаю ее когда еду где-то в дороге почему-то она меня очень располагает к этому и когда мне предложили ее исполнить я подумала ну наверное как обычно в dance стиле мы будем ее петь а потом мне показали какой-то кавер и я такая вау это звучит очень по-новому и когда мы попробовали исполнить это моим голосом все в команде кто занимается продвижением вокалом и вот всем придумыванием этого всего они прямо сказали это надо брать это точно выстрелит это точно людям зайдет и я была с ними полностью согласна и когда исполняла эту песню на студии мне было очень легко то есть мы в этой песне впервые в моей жизни использовали скрим и такая маленькая изюминка с расщеплением я не умею делать расщепление и скрим но на студии в маске у всех все получается когда нужно и я очень рада что именно в такой песне нашли такой приемчик и это сделали от песни на самом деле очень многое зависит потому что бывают песни которые ты записываешь у тебя очень долго что-то не получается или она как-то не располагает или ты ее не чувствуешь например с песню california dreaming честно признаться мне было сложно потому что я ну вот как-то у меня душа изначально к ней не лежала то есть я и услышала ну классно да все очень классно и успела очень классная песня я и услышала мне тоже была в плейлисте только в другом виде но вот как-то я долго и записываю и как-то вот мне сказали было очень натянуто наверху хотелось больше полетности и свободы в итоге мы сделали модуляцию вниз посередине песни никто этого вроде как не заметила всем понравилось и это очень хорошо потом сыграла с моим голосом но вот песни sweet dreams мы практически сразу все поняли всю тональность всю форму и мне было легко ее исполнять и вот за такие песни всегда благодарю судьбу когда они ко мне приходят потому что все таки когда ты испытываешь легкость во время процесса это дает тебе толчок двигаться дальше ты понимаешь что да это твое место у тебя получилось абсолютно самобытное исполнение этой песни это просто ну какое-то новое дыхание и мне она даже зашла понравилось много больше так бывает вот чем оригинал я не знаю как это работает например песню в юга когда мы делали на ты супер она мне тоже не лежала к сердцу я не понимала как ее делать wicked game которая тоже людям понравилось я тоже не понимала как ее делать то есть я прям как-то так тогда в маленьком возрасте я еще прям отторгала были какие-то конфликты и но вот когда ты что-то делаешь через ум маленькое насилие над собой это заходит почему-то больше людям и как будто бы у тебя в голосе появляются какие-то нотки которые очень нужны зрителю и это приковывает взгляды и вот я не знаю почему так работать честно не могу себе пока что объяснить как но факт остается фактом это правда так авторы этой песни тоже творческая парочка они и вообще и в принципе написали когда скучали о калифорнии собственно там два супруга все жена поняла что ей не хватает этого тепла солнца этого города ты бы хотела жить в калифорнии например вот один из наших членов жюри он успешно в общем-то это делает до живет на две страны а как ты честно не могу сказать потому что для меня конечно все эти перелеты там по 11 часов там вот это вот все или даже больше для меня это какая-то дикость потому что я очень не люблю долго сидеть на месте мне очень это сложно но наверное если бы я после 11 часов полета увидела калифорнию прочувствую этот вайп возможно я бы тогда уже вам ответил на этот вопрос а сейчас я не знаю даже но мне кажется я бы смогла жить на две страны потому что во первых это интересно это разнообразно так как я не люблю сидеть на месте надо куда-то двигаться но из россии прям сильно совсем надолго уезжать я не люблю песня я тебя отвоюю до соответственно игорь крутой написал эту песню на стихи марины цветаевой тогда победила гравитацию да то есть левитировала это было просто волшебно это песня но она очень проникновенная с какими эмоциями тебе пришлось столкнуться что из себя так скажем вынуть на записи чтобы вообще в принципе и осуществить или для тебя это ну привычная такая работа с материалом не нужно было ничего не во что погружаться песни я тебя отвою и у нее есть такая маленькая предыстория в моей жизни потому что мы хотели взять ее еще на проекте ты супер в третьем сезоне и но тогда я прям отказалась потому что я не понимала что это такое для меня это было настолько дико все что там описывается эти стихи это музыка я не понимала как ребенок до меня не доходило и когда мы ее пели в итоге и убрали потому что просто я не могла прочувствовать еще не доросла скажем так в маске как раз таки я пришла я сама уже говорят давайте попробуем эту песню вот помните тогда несколько лет назад я отказалась я хочу попробовать и мы попробовали и сейчас у меня получилось и когда я стоял на студии было очень много пауз потому что нужно было входить в это состояние то есть это не другие песни когда ты просто своим голосом там что-то шаманишь а тут нужно еще прям настолько сильно подключаться и чуть ли не плакать стоять у микрофона на тот момент у меня кстати была маленькая ссора с близким человеком и это тоже меня чуть-чуть подстегнула очень много мы переписывали куплеты когда ты что-то выдавливаешь из себя это слышно но когда ты актерский или даже не актерский а по-душевному по-человечески это проживаешь люди очень это чувствуют и так как ты в маске нужно еще понимать никто не видит твоего лица нужно прям настолько максимально словами и голосом все передать чтобы все поняли что именно ты хочешь сказать а песня настолько тяжелая и тут все вот эти факторы на меня наложились я немножко возможно в какой-то момент пожалела что я взяла опять эту песню но когда мы закончили записи я услышал окончательный вариант я расплакалась мне было прям больно от того что я там вкладывала твое исполнение она получилась очень таким душевным это по-настоящему затронуло сердце душу и захотелось задуматься погрузиться в ну это вот как леди как говорила в своем тексте что если мы не прожили вот это типа надо это закончить чтобы привнести что-то для зрителей вот когда что-то ты проходишь такое горестное благодаря этому ты исполняешь такие песни хорошо какой-то эмоциональный опыт как говорил евтушенко что в счастье есть что-то подозрительное как будто бы а вот горе горе не придаст и вот такой эмоциональный опыт да он часто помогает так как эта песня была написана на стихи марины цветаевой сама марины цветаева говорила что очень важно пусть эгоистично но трудиться над своей душой неважно делаете вы добрые дела не делайте ваши добрые дела могут не способствовать какому-то очищению вашей души какой-то правильной работе вот как ты для себя понимаешь вот это вот словосочетание до трудиться над своей душой сейчас как раз таки какой-то этап моей жизни когда ты как будто бы сталкиваешься с какими-то своими чертами о которых ты раньше не знал и и ты думаешь о боже я возможно не такой хороший человек как я думала до этого или я возможно падкая на вот это или на вот это и эгоистические стороны тоже открываются с возрастом и ты как бы прям узнаешь себя свое нутро и сначала у меня там идет какое-то неприятие нет я не такая я очень хороший человек я буду всем помогать всех любить со временем жизнь показывает что все таки ты во первых самое важное что у тебя есть сначала ты потом остальные и во вторых без того что хочешь ты не будет того что происходит вокруг я очень много думаю в последнее время об этом поэтому такая очень прям тема зашла зашла самый главный в мире человек понимаешь вначале наденьте кислородную маску на себя потом уже на ребенка то есть чем гармоничнее мы себя чувствуем тем больше мы способны отдавать радости тепла любви другим людям по сути так есть тимур родригес как-то сказал после твоего выступления то что он не знает кто под маской но очень здорово что родители или вели человека за руку по этому пути или не сопротивлялись проявлению таланта и он также добавил музыкант артист человек который под маской он навредил бы себе действительно если бы не занимался музыка это просто прямое преступление против себя какие к тебе приходят мысли после такого комментария действительно вот я знаю твою маму она сидит с нами здесь слушает это интервью до ириночка но мне кажется она тебя вела по этому пути помогала раскрыться своему таланту что ты сама вообще думаешь она до сих пор ведет и помогает раскрыться моему таланту еще больше своей поддержкой присутствия в моей жизни как минимум я думаю что я согласна со всем вышесказанным и я подтверждаю каждое слово потому что нашему отношению 15 лет и я каждый день чтобы не происходило там ругаемся мы не ругаемся каждый день я спаю смысле о том что у меня самая лучшая семья самая лучшая мама фактически вы отметили юбилей на маске для ваших отношений до над следа я просто завидую себе очень часто потому что если бы не этот человек если бы не эта семья то моего таланта бы здесь не было я бы возможно я сидела в офисе не знаю или там была уборщица я не знаю правда я не знаю кем бы я была если бы не пела если бы никто мне не подсказал что оказывается это можно и нужно ирина говорила что вот пой все пой мы не отступаем как добиться вот чтобы не сходить с этого нужного пути я только в осознанном возрасте ну примерно лет 8 поняла что типа я хочу этим заниматься мне это нравится и не зря все это время там несколько лет до этого мама меня двигала именно в эту сторону наверное сейчас прозвучит обычная фраза для людей которые идут к своей цели у меня было много моментов когда я могла сойти с пути правда много я настолько целеустремленный и упертый человек в этом плане что как бы мне не было плохо как бы мне не нравилась какая-то несправедливость я все равно иду вперед эту черту во мне тоже я могу сказать взрастила мама потому что в детстве я очень часто вот садилась и плакала и все я не хотела ничего делать я думаю ну все это не мое мама мне привела что нужно бороться за свою мечту и я вот борюсь по сей день и кстати у тебя альбом называется да да расскажи немного о нем с таким ярким названием вообще конечно альбом понятное дело называется да потому что диана анкудинова в первую очередь потом это уже до мечтам до жизни до альбом состоялся только благодаря моей поклонницы марии тарасенко она живет в челябинске это обычная женщина очень хорошая которая написала свои стихи свои песни просто подарила мне и такая делаешь то вот все что захочешь делай с ними я послушала эти песни демки и поняла что из этого может получиться неплохой альбом и мы вот год с брендоном стоуном сидели на студии работали над этим материалом и в итоге вышел этот альбом который понравился зрителям несмотря на то что это очень разношерстный скажем так альбом очень разноплановый и вот после того как выпустил я этот альбом я уже захотела написать свой выпустить и сейчас у меня есть эта цель и я уже начала работу над своим альбомом и вот я могу сказать точно что в какой-то степени благодаря этой женщине марии тарасенко я начала и сама писать тоже потому что я услышала эти стихи и поняла что мне очень много что откликается все темы о которых она говорит как она это описывает я такая блин надо попробовать это как-то интересно очень звучит в итоге удалось записать какую-либо песню вот конкретно на твои стихи или пока это в процессе а на мои стихи удалось записать уже три песни две мои собственные полностью с музыкой и одна с музыкой брендона стоуна но если говорить прямо какая для меня самая-самая такая сокровенная и выдающиеся чтобы и по музыке и по стихам все мне понравилось наверное эта песня ушла в себя вот у меня один из последних релизов был и там по обложке и все как бы я уже придумал сценарий для клипа мы запишем клип все сделаем потому что я хочу вот сама сама хочу все попробовать в этой жизни также из песни откровения самая первая моя авторская песня которая вышла ну по названию так понятно что ты в какой-то степени оголяешь свою душу и показываешь себя такая какая то есть страшно очень страшно правда но благодаря своей бабушке я выставлю эту песню потому что бабушка сказала диана вытираю слезы это лучшее что я слышала поэтому надо выпускать благодаря разным людям своей жизни в какой-то степени каждый из них кто-то больше кто-то меньше давал мне устойчивость и уверенность в том что нужно нужно пробовать даже если это ни во что не выльется нужно пробовать потому что потом в старости ты будешь лежать думать жалко жалко я не попробовала и ругать себя за это ну что на этой прекрасной ноте мы тогда будем завершаться нужно обязательно пробовать и очень здорово что у тебя такая поддержка мы тебя очень поддерживаем и ждем тебя на новогодней маске может быть на других спецвыпусках ждем нашего любимого горностаечка спасибо спасибо большое спасибо спасибо